Александр Колбовский, мы с Сашей знакомы давно, мы бывшие коллеги. Спасибо большое за лекцию, она была великолепна, очень интересна, замечательный человек. Я помню тебя со времен первого канала. Ты знаешь, ты когда шел по Останкино, я тебя когда видела в коридорах Останкино, от тебя всегда исходило такое потрясающее тепло, такая доброта вот в твоей улыбке, в твоих глазах, но ты просто излучаешь вот эту порядочность, доброту, доброжелательность, и ты не утратил это с годами. Мне-то кажется, что немножко это ушло. Ты каким был, таким остался, и это замечательно. Спасибо. Скажи, пожалуйста, ты прилетел вчера? Позавчера. Позавчера. То есть на сколько ты дней прилетел? Ну на несколько дней, на три-четыре дня. Скажи, пожалуйста, ты прилетел, и первое, это куда ты пошел в Лондоне? Что ты видел? Потому что здесь сейчас такая, ну вот в ночь, да, сегодня 1 февраля, и, как ты знаешь, здесь история с Брекситом, да? Что ты видел? Куда ты пошел? Что ты видел? У тебя свежий взгляд. Ну, я первый, первый-то день, первый день, у нас было открытие, и мы почти сразу, я ничего не успел, я приехал в гостиницу, поел, поехал на открытие арбуза, вот, а вот вчера, вчера, я как раз, у меня был почти весь день свободен, и я ходил, ну, так получилось, что я пошел туда вот совсем-совсем в центр, я был в Эсминсурском аббатстве. Где ты был? В Эсминсурском аббатстве. И там же вот был вчера этот центр этих всех, не знаю, митингов. То есть это где, да-да-да, Биг Бен, на ту площадь. Да-да-да. И там была, я вот, собственно, даже написал об этом в Фейсбуке и в Инстаграме, и там у меня фотки какие-то, значит, даже повесил, потому что там была какая-то невероятная движуха. Вот, это было очень весело, мне очень понравилось, потому что, потому что, ну, я просто ходил довольно много, и в этом году тоже на наши московские какие-то публичные такие, политические всякие акции. У нас-то все всегда очень, ну, тоже весело, но, но, но... Сдержано у нас, да? В Москве сдержано. В Москве, нет, не то чтобы сдержано. В Москве это тоже может быть весело, иногда по-разному, но в Москве есть элемент какого-то отчаяния в этом, потому что ты все время ждешь какой-то пакости, ты все время ждешь, что или пройдет хорошо, но чаще всего всегда хорошо все проходит, или начнут начнут вязать, вот, если что-то не так. Вот, я, в общем, хожу больше на разрешенные какие-то мероприятия, но я знаю, что творилось в этом летом в Москве, а здесь это какое-то вот такое, то есть это же тоже политические пикеты, это подметники какие-то... Конечно, общество разделилось здесь, одни запрессии... Да-да-да, я видел, я видел и его сторонников, и... Но это изначально, когда, ну вот, прошел этот референдум, общество уже, ну, прям вот, почти пополам было, да? И оно и продолжает быть пополам, да? Ну, я знаю, я знаю, я знаю про то, что в Шотландии против... Да... Я знаю о том, что есть проблемы с Ирландией, вот, за границей, это я читал-то все еще не здесь, а в Москве, вот, но мне что понравилось, мне понравилось, что все равно, во-первых, они рядышком, Да... И у нас бы, у нас бы просто морду начали другую бить, а здесь они как-то вот... Все веселятся вместе, и недовольны их... Да, и двойные цельские, которые улыбаются, и на все это смотрят, и это, конечно... Вот, вот демократия, нормально... Мы ходили против Brexit несколько раз, вот эти были демонстрации, потому что и мой муж, и я, мы как-то... Мы против, да, я вообще люблю эту идею интеграции и... Мне тоже кажется... Весь мир... Да, 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 открытые границы, это правильно, это для людей, когда все открыто, и ты свободен в перемещениях. И мы ходили в эти анти-Brexit демонстрации много раз, и я тебе хочу сказать, что я всегда не чувствовала, что это опасно. Ну, у них здесь вообще нет чувства опасности, нет. Да, да, да. Как-то это... Да, и всегда, если стоят полиция, то они всегда улыбаются. К ним подойдешь, они улыбаются, с ним можно сфотографироваться, они тебе еще попозируют с удовольствием. Ну, вот это... У нас, не знаю даже, ну, наверное, теоретически тоже можно сфотографироваться с полицейским. Ну, лица будут очень серьезные, без улыбок. Они как-то особо не пробуют никто. Значит, ты был на площади... Да, я там долго ходил, я фотографировал, я несколько кругов сделал, я там что-то на видео снимал. Потом там же... Это было вчера днем еще, ну, часов два дня. И я так понимаю, что к вечеру, наверное, народ прибывал-пребывал, потому что я когда шел оттуда, я видел, что прямо толпы шли. После работы народ шел, ага. Да, одеты в какие-то там пальто цвета флага, с какими-то, значит, знаменами. Потом я шел туда, к Трафальгарской площади, и там на улице, на этой... это Даунинг стоит, да? И там на улице несколько кучек чего-то митинговали, что-то кричали, пели. Угу. Какая-то такая движуха веселая. Вот, я не видел, к сожалению, что было в одиннадцать вечера, потому что мы в это время были там... Сначала в кино, потом в ресторанчике сидели. Ага. Вот, но уже сегодня в телевизоре я увидел какое-то там гуляние народное. Как на вас это, да, отразится? Брексит. Свобода перемещения будет... Ага. Будет нарушена. Потом я так понимаю, что, наверное, это все-таки цены еще поднимутся. А... Цены поднимутся. На европейские продукты, конечно, уже поднялись. Мы привыкли к хорошим испанским фруктам, дешевым, потрясающим французскому сыру и недорого, да. Сейчас, конечно, уже все испанские фрукты, мы уже чувствуем, как все это все подорожало. И народ переживает, британские, кто против Брексита, они переживают, что будет направление на Америку. И оно уже есть, конечно. Правительство озвучило, что их будет направление на Америку. А кто-то знаешь, в Америке не лучшие продукты. Ножки Буша мы все помним еще с 90-х. Да. Поэтому... Да и, честно говоря, не только продукты. Там больше генномодифицированных продуктов. И в Европе больше натуральных продуктов. У меня дочка, допустим, вот она микробиолог, да, и она говорит, что вот направление генной инженерии в Европе — это не та сфера, где ты можешь найти работу. А в Америке — пожалуйста. Потому что там как раз вот генномодифицированные продукты в огромном количестве. Все это развивается. А в Европе — нет. Там все на натуральное. И сегодня очень смешная какая-то поползла. Я могу прислать. В Фейсбуке кто-то опубликовал. Безумно смешное. Какие-то дети поют на мотив британского гимна. Очень смешные слова про Брексит. Ну так смешно, безумно. Как здорово, что мы теперь, значит, где это чертово... Не знаю, где это чертово там... Какая-то Румыния, в которой вампиры. Где это гребаная Литва. А так мы теперь, мы теперь. Мы теперь, мы теперь, да. Еще один пункт, который явно не за Брексит — это система здравоохранения в Великобритании. Доктора, медсестры — в основном это не британцы. Это 80% не британцы. Эта система здравоохранения здесь? Здесь. В Великобритании, да. То есть они потеряют право, возможность здесь работать? Они, да. Вопрос, захотят ли они жить в стране, которая не хочет их. Правда? Они здесь зарабатывают больше, чем в своих странах. Кто может здесь обратят? Ну, кто знает. Вопрос. Ну, это уже даже начинает чувствоваться, что народ уезжает. Народ уезжает, да, правда. Да. Не все, но уезжают. То есть вот система здравоохранения будет хромать. Да. Если сегодня, допустим, мы ждем, я с этим столкнулась, система здравоохранения в Великобритании бесплатная, как ты знаешь. Но ждать все очень долго. То есть вот операцию в 6 месяцев это нормально, а то и больше. А если за это время что-то там? Нет, ну вот на этот случай предусмотрено, да, да. Если что-то… Есть какие-то срочные… Да, да. Если что-то вот, ну, прям случается, ты просто едешь… Там есть пункт в любом госпитале скорой помощи такой, и ты сидишь, дожидаешь своей очереди, и сразу тебя принимают. И если экстренный случай, то сразу оперирует в этом… Да, это да. Ну, а если плановая операция, то ждать долго. А ты был здесь в баре в английском? Да. В баре или в папе? В папе. В папе был. Был в папе, да? В английском, в ирландском, в шотландском или… Наверное, в английском. Наверное, в английском. Я, может, не очень, конечно, идентифицирую, но я думаю, что это английские все-таки были. Английский бар. Ага. Ну и как? Твое впечатление? Ну, еда не очень, а пиво хорошее. Пиво хорошее. Да, так себе. Атмосфера? Нормально. Но тут же тоже… я, на самом деле, бывал… и иногда днем заходишь, там же очень уютно и тихо. А, конечно, вечером… еще выходной. Жесть. Это как на стадионе. Ты был в пятницу, наверное, нет? В пятницу – это самый день, какой… приезд. Папа. Вот еще пять лет назад мы приезжали тогда с двумя девочками. Вот одна из них была лица Скворцова фильм, который я показывал сегодня. Последний? Первый. Первый. Самый первый, с рыжими волосами. Да. И еще одна – это режиссер игрового кино. И мы тогда три или четыре… нас тоже Арбуз приглашал, и мы три или четыре дня были здесь. И вот мы пошли в какой-то паб, тоже была то ли пятница, то ли суббота. Вот. И это, конечно, было… Там даже говорить невозможно. Там так шумно. Да, 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 да. Я Джаралду говорю. Ну тут же даже и поговорить невозможно. Так в этом-то и кайф. Все кричат. Да, да. А я в этом знаю, что выходят на улицу поговорить люди. Ну если уж очень. Да, 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 да. В этом и кайф, когда все excited, все воодушевлены вот таким общением шумным. И очень мне нравится, вообще вот атмосферно, эти официанты, которые вот как бы абсолютно… Да. Как-то вот все пофиг. Абсолютно. Точно. Я вчера, кстати, попал в такое место. Тоже ходил по центру вот после этого. Ага. В этой площади я пошел где-то, ну надо поведать. И я зашел в какой-то ресторан, который… который стейки. Там прям вот он назывался стейки. Ну и заказал стейк. Просто так вот вот ткнул пальцем, потому что я ж не знаю, подешевле. Вот. И он, значит, мне принялся официант этот стейк. Ну мясо это. Оно едва-едва пожарено. Рядышком была такая раскаленная металлическая, ну кусок металла раскаленный. И он мне, значит, стал показывать. Он принес, значит, еще такую чашечку масла, чашечку соли. И вот он мне показал, что нужно взять чуть-чуть масла, чуть-чуть соли. Положить на это раскаленное. Угу. Он тебе все показал, да? Да, 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 да. Это тоже был отдельный сеанс. Ага. Мне понравилось это. Угу. И туда же мясо макаешь вот в это во всем. И мясо, оно сразу при этом прижаривается. И становится здорово. Мне понравилось это. Ты знаешь, у нас года два назад приезжала моя одноклассница с ее мужем. Муж вообще не знает английского. Она, ну, почти не знает английского. Мы им, конечно, мы были как в сопровождении, им показывали многие вещи, но они останавливались в отеле сами по себе. И вечером или там один день у них был от нас выходной, и они ходили сами по себе. И муж ее, Анатолий, в конце, когда мы уже прощались, он говорит, ну, вот буду рассказывать своим коллегам, как я абсолютно, не зная английского, так себя комфортно чувствовала в Англии. Ну, вообще никаких проблем, говорит. Вчера, кстати, нас еще водили вечером уже после фильма, вчера смотрели фильм Тодоровского, а потом нас всех повели в русский ресторан. Это зима? Зима. Ну, я не была там, как тебе? Ничего, нет, ничего там. Дорого, конечно, все это очень вкусно. А ты знаешь, русская кухня здесь очень дорогая всегда. Вот есть ресторан еще в Марьи Ванна, там борщи и слезы какие-то. Ну, там очень хорошие, там вот аутентичные какие-то висели, но это не картины, я не знаю, это какие-то куски декоративные. И вот просто вот Андрей Боровский, с которым мы тут, он такой большой специалист именно по декору, он сказал, что это аутентичное все. Вот, и девочки официанты русские, они говорят по-русски все. Вот, и, ну, тоже, тоже шумно. Шумно тоже. Может, потому что еще был Брэкзит и как бы все. Да. Шумно жутко. Саш, спасибо большое, что ты приехал. Я очень рада тебя. Я всегда, я так хочу в Лондон приехать без фестиваля, без работы. Да. Тебе нравится Лондон? Очень. Очень, мне тоже очень нравится Лондон. Это великолепное место, какое-то, какой-то, я даже не могу его ни с чем сравнить, ни с каким-то, он не похожий ни на один другой город. Ну, пожалуй, да. Вот если Москва, она похожа чем-то на Нью-Йорк, а Нью-Йорк на Москву, то вот Лондон я даже не могу никакой параллели провести. Нет, 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 и нет, и нет похожего. И как-то он очень, я третий раз здесь, первый раз, я был лет пять назад, и я немножко так как-то плавал, потому что я что-то не, у меня все как-то было врифель, врифель, в кость. У меня не очень хорошие английские, честно признаюсь. Угу. Я что-то все время садился в метро не туда, я все время шел не туда. Вот. А вот уже в прошлом году и сейчас я абсолютно чувствую себя, даже с этим своим плохим английским, я абсолютно чувствую себя как в своей тарелке, я понимаю. Вот, я все равно, конечно, теряюсь, я не всегда с языком сам что-то могу сказать, но я понимаю. Вот, я понимаю, я ориентируюсь в городе, я уже, я уже понял этот город, я понял, как он устроен, я знаю, куда идти. Он несложный, да. Несложный, да. Да. И страна замечательный, и город, но я нигде больше не был, когда в Лондоне. Угу. 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 Оксфорд. Ну вот все эти вот русские такие вот курсы. Да. Так, horas приезжают, живет в семье. И, вот она была в Оксфорде и ездила в Лондоне и я ваши фотографии нашел потом. Угу. Здорово. Какие воспоминания прекрасные. Угу. Саша, я извиняюсь за вот это качество съемки и света и всего потому, что я сам себе режиссер. Это же, в этом же и прелесть. А потом, а что мы могли? Могли на улицу только выйти. Да, да. Ну, да, мы могли на улицу, конечно, тоже как вариант. Там ветер. Ну, там ветер ещё. Звук был бы ещё сложный. Нет, ну можно в гостиницу было пойти, но это не интересно. Да, ну. Да. Ну вот мы в стадионе, в здании стадиона «Челси» проводим интервью. Провели интервью. Да, да, встретились с Александром Колбовским после его лекции. Это яблоки. Говорят, что английские яблоки теперь будут такие вкусные. Они правда вкусные. Из Кенты особенно. Кентские яблоки. Они бесплатно это раздавали по яблочкам. Но они были. Были-были. Уже, по-моему, евросторонники пошли. Ага, да. Это тоже вот она говорит. Sorry. Sorry you are living. Да. Sorry you are living. Почему-то you. Я не знаю, почему you. А, наверное, шли из... А, наверное, наверное. Это тоже какая-то там пилюха. Ну и вот такой ячек. Грустный голос. Ну, правда, грустная история. Я, честно говоря, для меня это грустно. Для меня все, что расставание, грустное, конечно. И все, что закрывание границ. Джон тоже такого был. А его антипроаксит. Да. Мы надеемся, что это будет хорошо. Да. 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 И в туалет. Но в Лондоне все равно грея. Лондон все равно грея. Да, Саша? Да. Да. Приезжайте в Лондон.